В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». У нас в гостях старейшина района Пыхья-Таллин Петер Ярвилайт. Доброе утро. Доброе утро. Столичная мэрия направила на рассмотрение горсобрания бюджетную стратегию на ближайшие 4 года. Вот что в этой бюджетной стратегии касается района Пыхья-Таллин? Пыхья-Таллин много чего, что радует. Вот как, я думаю, что каждый старейшин, чем он больше радуется, это школа. Хоть одна школа, там уже, правда, совсем новой школы в Пыхья-Таллин в ближайшее время не будет, но у нас есть Хелени-Коул, это школа глухонемых, и ее уже много лет реконструируют и так далее, и почти миллион евро будет вложено еще, чтобы действительно вот эти ребята, у которых со слухом проблемы и так далее, получили бы, наконец, комплекс школы, детских садов, ну, который как бы до конца был сделан. Полноценный. Полноценный, и это действительно меня очень радует. Потом наше старшее поколение, 19-21 год, ну, почти 9 миллионов евро будет выделено на дом поколений. Иногда мы называем его дом молодежи тоже, но все-таки чем больше мы вникаем, это будет дом поколений, и там, правда, будет и городская управа, но этот дом, наверное, изменит вообще вот Штром и Ранд, вот этот район. Обновляется у нас несколько детских садов, и в плане есть совершенно как бы перестроить, но Пахеталин, он имеет очень важные культурные объекты, и это действительно огромные деньги, которые, ну, в ближайшие или вот эти годы предстоит вложить. Во-первых, это городской театр или Лина театр, правда, он находится же в центре, но, видите, этот театр, во-первых, родился в Пахеталине, это одно, а другое, перестроить на ходу театр невозможно, поэтому он затрагивает и положительно Пахеталин. Это значит, два этапа ремонта дома культуры Сальме. Это, во-первых, для того, чтобы театр мог бы переехать, и, во-вторых, будет доделан этот комплекс, а, в-третьих, комплекс сейчас не только Сальме, а Копли-93 тоже. И вот, если это посчитать, это более 10 миллионов евро для культуры, для кружков, для детей, для взрослых, 10 миллионов для Пахеталина, но это замечательные суммы. Конечно, наша «Штромка», так сказать, тоже развивается. Игровые площадки, это, ну, почти полмиллиона придет в Пахеталин. А вот само здание на «Штромке», центральное здание, что с ним? Могу тоже обрадовать всех друзей «Штромки» и людей, которые живут на «Штромке». Есть надежда, что до 2021 года «Штромка» получит новые здания этого пляжа. Там будут рестораны, там будут эти столовые и так далее. Совершенно новые здания, но это будет, не все придет из городского бюджета, а будет предложено предпринимателям, которые выстроят до конца. Но вот уже работа началась, так сказать. Что еще, конечно, обрадует, у нас два парка еще, «Сюста» и «Касса». Значит, в 2020 году «Касса» 800 тысяч евро на реконструкцию «Сюста» 200 тысяч евро, почти миллион уйдет на два парка. В 2021 году они должны быть в порядке, так сказать, для жителей. Ну, еще один, наверное, объект, который затронет вообще центр, это есть Бастион, там будет реконструирован, и до Балтийского вокзала. Это как бы граница сегодня Кесклин, или центрального города, и Пахиатайлин, оно должно получить новый вид. И, конечно, город не забыл один из самых больших своих культурных объектов. Это Линнахаль, откуда начинается Пахиатайлин. И туда в ближайшие годы будут постоянно вложены деньги, чтобы действительно этот огромный культурный центр был бы реконструирован. Петер, спасибо за информацию, желаю успеха. Спасибо вам. Информационный блок «Добрый утро», Таллин, подошел к своему завершению. Напоминаешь, что нас в гостях был старейший на районе Пахиатайлин, Петер Ярвилайт.